И срочная новость. Председатель Совета Министров Крыма Сергей Аксенов и командующий военно-морскими силами Украины Денис Березовский в штабе Черноморского флота 2 марта сделали историческое заявление. Сегодня, 2 марта 2014 года, реализуя полномочия, предоставленные мне Верховным Советом Автономной Республики Крым, я издал приказ. Зачитаю вам текст приказа. Приказываю, первое, всем военнослужащим военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя. Считать неподлежащими исполнению любых решений, приказов и распоряжений самопровозглашенных органов и должностных лиц Украины, в том числе незаконно назначенного министра обороны Украины Тенюха И.И. Извините, я не помню, Игорь Иванович? И.И. И.И. Второе. Не принимать каких-либо решений и приказов по применению оружия до получения моих особых указаний. Третье. Обеспечить неукоснительное соблюдение и выполнение моих приказов, как Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крым и города Севастополя. Четвертое. Немедленно довести настоящий приказ до сведения военнослужащих военно-морских сил Украины, несущих службу на территории города Севастополя. Верховный Главнокомандующий Автономной Республики Крым Сергей Аксенов. Я хочу сказать коллеге, что это знаменательная дата, вообще историческая. Я думаю, что впоследствии этот день будет считаться днем рождения военно-морских сил Автономной Республики Крым. Уверен, что такой праздник будет в нашей истории. Я благодарен офицерам и командирам, которые сегодня идут действительно по пути выполнения приказов легитимной власти и, конечно, не берут на себя ответственность с точки зрения того, чтобы своих людей подталкивать к незаконным действиям. Я благодарен сегодня господину Березовскому, Денису Валентиновичу, который, правильно понимая ситуацию, выполняет легитимные приказы законно избранных властей полуострова. Теперь слово предоставляю ему. Я, Березовский Денис Валентинович, присягаю на верность жителям Автономной Республики Крым, города-героя Севастополя. Клянусь строго выполнять приказы Верховного Главнокомандующего Автономной Республики Крыма и города Севастополя, приказы утвержденных их командиров воинских частей формирований, требования воинских уставов. Клянусь достойно исполнять воинский долг, мужественно защищать жизнь и свободу жителей Автономной Республики Крым и города Севастополя. Историческое событие, коллеги. Спасибо вам за внимание. Остальные военные. Всем предоставлено свободное право выбора и гарантия того, что никого не будет преследовать за этот выбор. Ни одному военнослужащему, который не согласится на сегодняшний день принять присягу крымской автономии, не будет предъявлено никаких обвинений, это я вам гарантирую. При этом всем военнослужащим будут сохранены все выплаты, льготы, все предусмотрены законом пакеты, пенсионное обеспечение. Никто не пострадает. Мы говорим только о тех случаях, когда военнослужащие, отказываясь выполнять приказ, своими действиями принесут ущерб жизнью, здоровью людей. Тогда, конечно, все это будет расследоваться в рамках закона, будут возбуждены уголовные дела, будет дана правооценка тем деятелям, которые будут подстрекать людей к неисполнению приказов. А какие еще воинские подразделения Украины вам подчиняются? На территории Автономной Республики Крым практически все. Что значит практически? ВВС вам подчиняются? Значит, на сегодняшний день происходит уже окончательная, так сказать, зачистка, не зачистка даже сказать, окончательная отработка, то есть, как бы, тех частей, которые, ну, по приказанию, по незаконным приказам своих командиров отказались выступать в части поддержки народа Автономной Республики Крым. Коллеги, извините, пожалуйста. Спасибо. Спасибо всем.